Что головушка кудрява, что головушка кудрява, а бородушка кучерява. Старинная русская песня с незатейливыми строчками из уст студентов-медиков, кажется, несет совершенно другой посыл. Добрый и жизнеутверждающий. И дело не только в самих исполнителях. Зрители сегодня особенные. Неравнодушные, отзывчивые, бескорыстные. Читинская государственная медицинская академия уже третий раз становится площадкой, на которую спешат волонтерские отряды медицинских и фармацевтических вузов. В медакадемии уже 13 волонтерских отрядов с символичными названиями. Эндорфины, панацея, дэнс-фо-лайф. Один из самых необычных – счастье на ладони. Добровольцы оказывают помощь родителям недоношенных детей. Своими руками создают осьминожек и гнезда для крохотных малышей. Спиральки имитируют повину. То есть ребенок, находясь в кувесе, мы вкладываем ему в ручку эту спиральку, и он как будто бы находится в утробе матери. То есть тем самым он как бы успокаивается. На дискуссионной площадке будущие врачи, приглашенные эксперта, обсудили самые острые проблемы общественной деятельности. Кто такой волонтер, как совместить желание помогать людям с учебой. К слову, путей решений было предложено множество. Составить режим дня, получать удовольствие от дела. Активное участие на площадке приняли и волонтеры Иркутска. Мне очень все нравится. Чита, мне кажется, прекрасный город. Академия тоже очень красивая. Очень много отрядов, очень много всего интересного, увлекательного, познавательного. Я думаю, за эти два дня мы научимся многому новому. В Иркутске у нас не так много отрядов, как у вас в Чите, вашей академии. У нас, например, есть направление «Твой выбор» называется. Мы также выезжаем в детские дома, помогаем, также в больницы. Время на помощь нашли, но где взять денег? Идей посыпалось много. Спонсоры производства собственной продукции, реклама, акции и флешмобы. Эксперты же пришли к мнению, что помощь не должна упираться в деньги. Отношения не купишь. Волонтеры-медики очень полезны в учреждениях, где работают, где нужна помощь сотрудникам медицинских учреждений, где хосписы, те же дома престарелых, те же дома онкобольных, где постоянно нужна помощь не только советом и добрым словом, но и квалифицированная помощь медицинская. Третий региональный съезд волонтерских отрядов, медицинских и фармацевтических вузов завершился. Но у добрых дел нет конца, а начало уже многообещающее. Гуля Алхасова, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ